Camry 3.5. Это Camry 3.5. Беспощадно и жестоко. Доставка в Европу 1928 долларов. С вами Валерий, компания Factum и ваша одна из любимых рубрик. Total Softheria. Котлеты Softheria. Называйте как хотите. Сегодня мы с вами узнаем, почему нельзя брать Toyota Camry от 2018 года по низу рынка в Украине. Также мы сегодня с вами узнаем, сколько же в Украине стоит живой автомобиль. То есть после нормального адекватного удара из США и с нормальным адекватным ремонтом в Украине. И после всего этого мы с вами сопоставим все-таки, насколько выгодно и есть ли смысл вообще ввести сегодня Toyota Camry от 2018 года. При условии, что вот за определенные деньги можно купить именно нормальную машину. В общем, сопоставим и узнаем, есть ли разница в рынке. Погнали. Сперва коротко расскажу, что такое Toyota Camry. Скажи мне, на чем ты ездишь, и я скажу тебе, кто ты. Как вы относитесь к этому высказыванию и согласны ли вы с ним? Лично я не очень, но учитывая, что Toyota Camry является просто культовым автомобилем и идолом для многих автолюбителей. Скажем так, понятие, когда ты говоришь другу, что ты ездишь на Camry, для многих людей стало понятием нарицательным. Это круто. Теперь пробежимся вообще, что там есть, какие там моторы, какие бывают комплектации. В общем, если кратко пробежаться, в Америке они выпускались в четырех основных комплектациях. L-ка, которую никто никогда не видел, L-ешка, S-ешка, X-L-ешка, X-S-ешка. Ой, я даже пять насчитал комплектаций, а не четыре. И было там три мотора. Базовый мотор, 2,5 литра, прямой впрыск, внимание, прямой впрыск, куда не ставится газ. И 200 лошадиных сил на выходе. Кстати, да, интересный факт. В Америке эти машины выдают 200 лошадиных сил. В Европе и в том числе в Украине эти автомобили, продающиеся у нас здесь на рынке, по крайней мере, дорестальных, они выдавали 180 лошадиных сил, то есть были дефорсированы. Привозя из Америки, вы получаете более мощную версию. Итак, следующий мотор. Это 2,5 бензин плюс гибридная установка. Выдает в совокупности те же 200 лошадиных сил, но имеет совершенно другую приемистость. И она реально резвая, в принципе, очень многие клиенты хотят именно гибридную версию, по понятным причинам. И эта машина в целом подоросла. И третий вариант, это Camry 3,5. Camry 3,5, это Camry 3,5. Любит достойно только мальчик Camry 3,5. Camry 3,5, божественная Camry 3,5, мечта любого серьезного парня. И только этот мотор является абсолютно редким, его очень редко можно где купить. Ну, то есть, не то, что редко, их меньше всего, а так как их меньше всего продавалось, соответственно, их меньше всего мы видим на аукционах. Ну, а что интересно, да, там этот мотор выдают, если не ошибаюсь, лошадей 300, и вообще она такая бодренькая сама по себе. Еще одна интересная особенность американских Camry, которые вы никогда не найдете в Европе, а это именно наличие спортивных обвесов. Дело в том, что независимо от уровня комплектации, в США можно было выбрать спорт-обвесы и спортивные диски, после чего ваша Camry становится похожа просто на болид из серии Nascar. Ну, реально. Или там, можно сравнить эти обвесы с AMG 63 E-класс. Она становится настолько агрессивной, сзади появляются аж 4 трубы, независимо от того, какой у вас мотор стоит. 2,5 и сзади 4 трубы. Ну, это же круто. И еще одна, ну, на этот раз уже последняя особенность, дело в том, что все автомобили, которые шли на украинский рынок, у официалов означались 6-ступенчатым гидротрансформатором. В Америке, когда мы покупаем автомобиль и привозим его в Украину, мы получаем 8-ступенчатый гидротрансформатор. То есть, эта коробка более современная, более быстрая, более умная и, что самое главное, она более экономичная. Перейдем к делу, посмотрим, что из себя сегодня представляет низ рынка в Украине, можно ли его брать. Когда я анализировал цены, почем сегодня можно купить живой автомобиль от 2018 до 2020 года выпуска именно из США, видя эти ставки, по которым действительно стоят нормальные машины после нормального удара, я немного расстроился. Потому что, зайдя на авторея, я увидел, что низ рынка начинается от 16 600. Реально, живой автомобиль стоит 20-20 тысяч долларов подключиться, и вы хотите себе Camry 2020 года. Ну, не меньше, ну, так, чтобы была хотя бы комплектация какая-то. Итак, пройдемте со мной и посмотрим на наших претендентов на это гордое и престижное звание котлета. Первое предложение рынка, о котором я вам говорил, за 16 600 уже на сегодняшний момент продано. Не знаю, что там было, я не смог посмотреть, какого она состояния была, но, как видим, она просто улетела. И у нас есть за 18 100 следующее предложение. Вот так была отфотографирована машина, если вкратце я вам ее показываю. Ничего нам это абсолютно не даст. Машина, я вижу, идет в какой-то комплектации типа SE, судя по всему. Ну, и вообще имеет всего 5 или 6 фотографий. Давайте просто посмотрим, какая она была в США. Ба-бам! Именно с таким звуком эта машина закончила свое движение еще где-то в Америке, после чего перенеместилась на аукцион. Клокок был довольно громкий. Я думаю, что его было слышно далеко. И, соответственно, состояние автомобиля вы видите. Ставка, за которую ее забрали, это 4,5 тысячи долларов. Потому что, ну, просто офигеть, как дешево для этого автомобиля. Во-вторых, да, у нее комплектация L-ка. Это самая слабая комплектация. Ну, и самое главное, вы видите, с каким ударом она продавалась. Следующий автомобиль уже стоит 18 570. Огромнейшие диффузоры, выводы воздуховодов. Ну, короче, все по красоте. Комплектация, подозреваю, это тоже самая простая L-ка. И вместе с вами я получу свои первые впечатления. Купили машину 3,5 года назад на аукционе. В принципе, аналогичная ситуация, что и у предыдущего автомобиля. Все было точно так же, только дополнительно еще машина получила удар в заднюю левую дверь. Ребят, как вы считаете, наши зрители, те, которые смотрят, напишите в комментариях, как вы считаете, можно ли качественно отремонтировать такие автомобили, как вы считаете. Дальнейшая эксплуатация после таких ударов, на ваш взгляд, на ваше субъективное мнение. Мне просто интересно, что думает аудитория. 19 тысяч, следующее объявление. Вот так оно выглядит. Я, честно говоря, у меня уже все меньше и меньше желаний их листать и смотреть вот так вот по внешним фотографиям, потому что я все равно мало что понимаю. Два с половиной года назад ее выиграли на аукционе. 9 апреля 2021 года. Ну, вот здесь уже ситуация другая. Здесь уже удар, я считаю, очень сильный. Ну, все. Я бы сюда не звонил, если коротко. То есть, в принципе, подтверждается моя теория, не за рынок. Едем далее. 19-250. Тоже простая комплектация. Тоже три года назад была куплена. Наездили на ней уже почти 50 тысяч. Ну, ладно, 44. Ну, был передний удар. Ну, был он не слабый, но я не могу сказать, что сильный. Не стреляла безопасность из плюсов. В принципе, такой удар можно рассматривать. Машина по-любому стояла на стапеле, но удар окей. Тоже можно посмотреть. И тоже очень внимательно надо смотреть, что с ней происходило все эти два года, пока она была в Украине. Мы вам очень всем настоятельно рекомендуем пользоваться услугами автоподбора, чтобы правильно подбирать автомобили. Потому что очень многие моменты всегда упускаются, когда вы лично осматриваете такую машину. И вот объявление за 19-300. Очень выглядит, очень красиво. Она очень правильно, хорошо сфотографирована. Это уже неплохая комплектация с LE. Это уже идут более дорогие фары LED. Ну, и это не колхозная вот эта спортивная комплектация. И давайте смотрим, что было. Ну, прям мне сегодня не везет. Ну, тоже нормальный удар, да. У нее поменяли заднюю правую четверть. Орезались кузов, все дела, варили. Но, вы знаете, на фоне всего того, что я видел, тоже адекватный удар. 19,5 тысяч долларов, 140 тысяч километров. И это Toyota Camry. В комплектации, походу, что-то типа LE. Да, на ней написано. Спорт обвесок, в общем. Даже не LE, а может быть даже SE. Потому что я здесь вижу частично кожаный салон с дермантином. Летим, смотрим, что же там было. Вот это удар неприятный. Там уже серьезно пострадала, я уверен, полка крыла под этим капотом. Там уже ее замена производилась. Это значит, варивали стакан. Это значит, что там были некие манипуляции с автомобилем. Вообще она выглядит классно, но удар мне не нравится. И вроде кажется, что он визуально не сильный. Вот, посмотрите сюда. Я вам сейчас покажу поднимательнее. Вот это стакан, вот эта штука называется стакан. И там все мятое. Там все мятое. Стакан это уже несущая часть, отвечающая за жесткость кузова. Здесь происходили сварочные работы, потому что он весь, посмотрите, помятый. То есть, ну это не очень хорошо. Точнее, это очень не хорошо. От очень хорошо, да не очень хорошо у нас совсем чуть-чуть. Далее идем. Ну вот, то есть не очень машина. Плохой удар. Когда же уже мы дойдем до 21-го? У меня уже заканчивается терпение. Я не хочу все эти машины смотреть. Первая гибридная версия. 19-800, 78 тысяч километров. И она почему-то на штампованных железных дисках. Видимо, минимальная комплектация. И либо может быть зимний набор колес. Почему она именно на штампованная? Я вижу, комплектация слабая. Возможно, самая минимальная. Это либо Элька, либо Ильешка. И смотрим, что там с ней было. Ага, ага. Я понял. То есть, ну и помните, я вам в самом начале видео говорил, что гибриды, они очень дорогие. Ну, не то, что очень дорогие. Они дороже, чем бензин. Это очень востребованная версия. Я уже вижу, что я не вижу части задней части автомобиля. Я не вижу багажника вот отсюда. Если посмотреть тот ракурс, который я вам показываю, машина, в принципе, выглядит как хэтчбэк. Хэтчбэк от Toyota Camry. Даже универсал хэтчбэк. Смотрится, кстати, симпатично. Правда, непропорционально, но длинная морда у нее получается. Ну и вы знаете уже, что дальше будет. Нет, нет у нее никакого зимнего набора колес. Потому что именно с этими колесами она приехала из США и продолжает ездить на них по сей день. И вот так выглядит ее задняя часть. Кстати, напоминаю, что в задней части автомобиля у нее находится батарея. И удар был, ну прям, вообще very much. Very much. Прямо она мне где-то сзади напоминает ЭКП. Что вы скажете по поводу такого автомобиля? Можно ли по такому объявлению звонить? Будете ли вы спокойным после покупки такого автомобиля? 20 тысяч долларов. Последнее объявление, которое я проверяю. LED-фары. Комплектация SE. Спортивная вес. Черная тонировка по кругу. Подрулевые лепестки. В общем, это полный набор четкой машины. Один год и два месяца. В августе прошлого года ее купили. И наездили на ней 2000 километров. И вот такая она была. Ну, это очевидно, да. Это кривые лонжероны. Это фронтальный, довольно такой неслабенький удар. И это сложный, дорогостоящий ремонт, которому куча нужна мелочей. И они, как правило, никогда не покупаются. Не покупаются ни новые. Они пытаются восстанавливаться. Либо покупаются китайские. В общем, вы никогда туда не залезете, не проверите. Вы не будете в этом уверены. Поэтому это я не рекомендую. В общем, в принципе, проанализировав сегмент от низа рынка, там, 18, да, с чем-то до 20. Мы увидели, в принципе, много автомобилей. Мы увидели, что они все преимущественно были в комплектациях LLE. Мы увидели пару машин, которые, в принципе, можно позвонить, поехать, посмотреть. И вот мы увидели, что по большей части продается вот это. И давайте мы сейчас вам покажем несколько автомобилей дополнительно Extra, которые мы отобрали специально для вас, так как они мне очень понравились. Куб была куплена за 8521 году и имела вот такой удар. Сегодня она продается на Автория. Это гибридная версия. Она получила четкий акцентированный удар прямо в лонжерон. Он 100% замят, перекручена вся передняя часть автомобиля. Не рекомендую это смотреть. А 18-го года вишневая Camry. Вот с таким вот передним ударом. Ну, все по классике. Очень сильный передний удар. Ну, вот особенно этот ракурс дает нам многое понять. Бывают в жизни неприятности. Вот смотрите, как это выглядит под капотом. Машина еще была куплена за 4000 долларов. 28-го мая 2020 года еще в пик эпидемии, в пик карантина. И вот она такая была спереди. Ну, то есть точно такой же аналогичный удар. Ну, и давайте я вам уже доведу до конца. И вот была даже в прошлом кузове мы зацепили машину. Зачем, не знаем. Но мы вам ее покажем. Куплена была за 2000 долларов. 16-го года Camry. С вот таким высоченным ударом. Как правило, такие удары получаются, когда машина залазит под фуру. Потому что, ну, здесь явно усилитель на задней части его фуры был. И под него машина въехала. Причем с немаленькой скоростью. Потому что остались снизу только лыжи. То есть лонжероны и все остальное просто ушло в сторону пассажирского отсека. Итак, это был наш с вами анализ автомобилей, который находится в Украине. Почему они продаются, как они выглядят, какие они были в США. В общем, я не буду агитировать ни к чему. Выводы делайте сами. Давайте посмотрим, почем продаются Toyota Camry не до рестайлинга 2018-2020. А откроем 2021-2022 год. И посмотрим, за сколько можно купить автомобиль в тех же комплектациях, что мы с вами смотрели. Но в рестайлинге и с меньшим пробегом. Вот тогда это будет точно выгодно. Если будут хорошие цены. Итак, я нашел. Так и нашел. Да, заметно чувствуется рестайлинг дороже. Но тем не менее, из 20 перебранных вариантов, я нашел два варианта, которые ушли за довольно приятные деньги. Сперва хочу показать вам 2021 года. Toyota Camry. В комплектации SE. Даже не SE, а XSE. Это уже довольно неплохая комплектация. С уже LED-фарами. Пробег 16 тысяч миль. Спортивные обвесы. И вот такой вот, не могу сказать, что неприятный. Скорее могу сказать, что довольно приятный. Передний удар. Смотрим. Автомобиль ехал и получил по касательной в переднюю левую часть. Вот есть замятие небольшого капота. Но в целом всю остальную энергию удара на себя приняло колесо, которое было завалено. Разрушена передняя левая подвеска. Самое главное, мы все понимаем, что передняя подвеска это модульные замены деталей. Их надо рихтовать, красить. Их просто снял, поставил и дело с концом. Красивые большие черные диски, тонированные стекла, затонированные надписи в черный. Видимо, на ней реально ездил какой-то любитель стиля. Да, вот о чем я говорил. LED-оптика. Абсолютно ровный перед автомобилем. Незадетый усилитель бампера, абсорберы, весь пластик, насадки, провода и прочая-прочая шелуха. На который постоянно уходит очень много денег для покупки автомобиля. Не стрельнутая безопасность. Вот видите, уже обновленный рестайлинговый салон. И все это у нас ушло за 9,5 тысяч долларов. Смотрите, как это выглядит под капотом. Вот здесь немного пострадала полка крыла. Это панель. Это передняя панель. Она съемная, неважная. Ее можно разрушать, с ней ничего не будет. Но здесь чуть-чуть замяло полку крыла. Да, я сегодня ругался по поводу полок крыла. Но это совершенно другой удар. И по силе, и по уровню деформации полку крыла здесь менять не нужно. Ее нужно выставить обратно. Здесь она это переживет. Это раз. И второй удар я вам подобрал. Второй экземпляр. Это 59 тысяч миль побольше. Тоже SE. Я бы специально искал комплектации получше, чтобы очевиднее чувствовалась разница. Естественно, я заангажирован. Ведь я занимаюсь автомобилем из США. И моя задача показать, естественно, выгоду и разницу. Здесь мы имеем вот такой удар. Снятый абсолютно передний левый крылот. Помятый капот. Удар был с передней правой стороны. И вот, пожалуйста, как выглядит автомобиль. Также не стрельнутая безопасность. Но что лично мне здесь нравится, и что, в принципе, мы всегда объясняем нашим клиентам. Посмотрите, абсолютно сняты все детали. И здесь очень хорошо видно всю внутреннюю целостность всех силовых элементов. Усилитель бампера, лонжероны, правая полка крыла. Все это целое, не задето. Здесь ничего не нужно делать. Нужно только купить крыло, купить бампер, купить фары. Поменять капот. Это все навесное. И, соответственно, нужно это поменять. Ну, может быть, переднюю панель, но она съемная. Это навесная тоже деталь. И вот, пожалуйста, у вас небольшой удар. У вас не стрелявшие подушки. У вас все будет... В случае чего у вас все сработает. И все будет прекрасно с этим автомобилем. И также вы сможете его по хорошей цене продать, когда вы уже на нем отъездите свое. Теперь давайте прикинем. Исходя из 9500 и 11800, так как эта машина ушла дороже. У нее чистые документы. Это машина из подорентной компании Enterprise. Она ушла на 2300 долларов дороже. Давайте посчитаем, поскольку эти автомобили обойдутся без ремонта, доставленные уже на СТО, но с учетом пенсионного фонда и сертификации. Я посчитаю из усредненных цен на доставку автомобилей. Ни дорого, ни дешево. Платеж номер один. Автомобиль плюс сбора аукциона. 10 591 доллар. Доставка в Европу. 1928 долларов. Экспитерский Европа. Доставка в Украину. И возможная стоянка в порту. 2100 долларов. Растаможка. 3890 долларов. Исходя из ее цены, объема и года выпуска. И на выходе с сертификацией, но без пенсионного фонда. Важно учитывать. Мы получаем 18 653 доллара. Добавляем туда пенсионный фонд 455 долларов. И получается, что нам этот автомобиль без ремонта обходится в 19 100 долларов. Это красная Toyota Camry XSE с передним левым ударом. С пробегом 15 000 миль. Еще раз напоминаю, это рестайлинг. Ремонт, я там предполагаю, будет на 2-3 тысячи. Думаю, скорее на 3, чем на 2. И давайте посчитаем вариант, который был подороже. Там цена, конечно, я думаю, изменится даже не на 2-300. Скорее всего, 1000 на 3,5. Она будет дороже. 22-300 примерно будет стоить второй автомобиль, который у нас тоже без ремонта посчитан. Там ремонта поменьше, чем у красной. Ну, грубо говоря, вам эти автомобили будут обходиться в первом случае в районе 22 тысяч долларов. А во втором случае в районе 24-25. Здесь каждый делает выводы свои. Я не буду говорить, вот, посмотрите, очевидная разница. Потому что я вам показывал до этого дорестайлинг. Сейчас я вам показываю рестайлинг. В случае с красным автомобилем я вам показал, что этот автомобиль будет стоить ровно сколько же, сколько стоит дорест. Но, опять же, обратите внимание на другие пробеги, на другое состояние. И здесь, наверное, правильно сказать, что каждый выберет свое. Кому-то проще пойти купить в Украине. Он чувствует себя так лучше. Это был анализ тоталов по Toyota Camry, анализ цен в Украине, анализ цен в США, сравнение. И, конечно же, Валерий, компания Factor. Поставьте лайки, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии, если вы с чем-то были не согласны. И не забывайте подписаться на уведомления о выходе новых видео. Всем хороших выходных. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok